Заход в отель. Как раз сейчас Аннексовский автобус привез каких-то туристов. Смотрите, какой миленький. Такие балкончики красивые. Внешне, конечно, визуально очень такой приятный глазу. Смотрите, а мы заходим. Ресепшн в отеле Сейлинг Бэй. Вот такая приветственная табличка. Здесь, кстати, несколько магазинов расположено. Он ювелирный, еще какой-то магазин с одеждой. Смотрите, ресепшн сами ребятки, персонал. Ребят, сейчас буду вам показывать, чем нас тормят на все включено. Питание, хочу сразу сказать, разнообразное. Всего много, хватает. Из вьетнамского вчера пола лягушка. И тут вот тут штука диетическое меню. Дальше сейчас покажу. Тут супы. Причем супы отдельно, все наполнительные отдельно. То есть это очень хорошо. Жарит, жарит лапшу. Она очень вкусная. Но хочу вам сказать, что много и острого. Несмотря на то, что многие соусы стоят отдельно, есть много острых очень блюд. Капуста. Свинина тушеная. Тушеная. Написано в Аммия, но очень острая штука. Там очень вкусная. Калпятина. Выбор такой достойный. Для четверки, для всех включено. Фрукты опять и целый стол со сладостями. Отель Северный Бэй, территория. Мы вышли из основного ресторана и проходим по территории. Смотрите, здесь большой бассейн. Ну, это такой комплекс бассейнов. Корпуса, за корпусами, в принципе, ничего. Бар на пляже. Он за дополнительную оплату. Вот тот, который большой. Но не на пляже, а на бассейне. Есть гамачок, смотрите, можно полежать. Качельки. Таких много прудиков. На территории с рыбками. Возле ресторана там прям огромные красные рыбёхи. Заходим в номер отеля Silent Bay. Всё настроилось. У нас здесь две кровати. Зона ТВ. Зона туалетного столика. Такая зона у балкона. Ещё у нас есть сам балкон. Ура! Впервые за несколько отелей у нас есть балкон. Сейчас я его покажу. Он фантастический, конечно. Большой, классный, удобный. И вид у нас на бассейн. Значит, сейчас я вам покажу ванну. Это, конечно, круто у нас. Как у... Почему-то очень много во Вьетнаме прозрачных ванн. Но, наверное, может быть, с экономией электроэнергии. У нас здесь шикарная ванна. Она, правда, шикарная. Silent Bay, респект. Здесь ванна, раковина. Фен, полотенце. Все принадлежности. И у нас душевая кабина полностью застеклённая. Выходим из ванной. И здесь у нас чайный набор вода. Здесь тапочки. Открываем шкаф. Халатов у нас нету. Но есть зонтик. Вот по детскому. Ну, конечно, по детской инфраструктуре он переплюнул все отели Ничанга. Ну, и всё включено, понятно. То есть он должен быть сервис. Так как люди, в принципе, не выходят из отеля. И здесь, я хочу сказать, мы думали, что особо вообще, в принципе, некуда выйти. Ну, отель стоит уединённо, совсем уединённо. Но мы сейчас ехали на такси. И он так как-то очень быстренько завернул за угол. И там немножко есть магазинчиков, ресторанчиков. Мы вечером хотим прогуляться. Смотрите, теннисный корт. Для большого тенниса. Слушайте, ну, хороший такой корт, недобитый. Ещё, кстати, из услуг в Сейлинбэй. Ну, как и во всех отелях, на всё включено. Здесь есть аэробика. Прошу прощения, наверное, дует сильно. Аэробика, есть степ. Есть даже йога. Мы вчера ходили на йогу. Ну, конечно, вариант такой лайт-лайт для отдыха. Но всё равно, ну, немножко так мы размялись. Постояли буквально вверх. На ковриках, на лужайке. Это моя первая вьетнамская йога. Это здорово. Пока есть возможность, я решила рассказать вам немножко про отель Сейлинбэй, в котором мы сейчас живём. Мы здесь целых две ночи. Поэтому уже какое-то мнение сформировалось. Помните, я вам показывала огромный номер. И пищала от восторга, что мне понравился. Пожив две ночи, я поняла, что нет. Не скажу, что мне совсем не нравится, но есть какая-то вот часть именно по номеру. Ну, сейчас я расскажу, что мне вообще, в принципе, не очень как-то симпатично. Значит, что мне не понравилось? Мне не понравилась эргономика номера, скажем так. Потому что есть какие-то мелкие детали, которые всё портят, грубо говоря. Знаете, как-то вот из мелочей вот это всё-всё-всё-всё складывается. То есть сейчас я не пищу уже от восторга от ванной. Потому что не уделили они внимания душевым кабинам. И ты выходишь из душевой кабины. И просто вот всё, весь пол залит. Под унитазом там лужа буквально. Никаких ни тряпок, ничего нет. Естественно, полотенцем для ног это всё дело пытаешься вытереть. Но это полотенце потом мокрое. То есть в этом отношении немножко недодумано. Уже виднеется ржавчина где-то. Ну, это, конечно, я, может быть, очень сильно цепляюсь каким-то моментом. Но, тем не менее, это такая вот какая-то мелочь, которая вот уже, вот уже, уже она. В ванную видно, что, скорее всего, какие-то этажи затапливали. То есть там сверху такие разводы. В самой ванной нету шторки. И моя соседка вчера принимала именно ванну. Мы по-царски вчера мылись и тоже обдавалась после ванной. И опять-таки шторки нет. Всё, лилось на пол. И у нас был снова потоп. Вот как-то вот в этом отношении минус, непродуманно. Ещё очень не нравится то, что нету розеток. Точнее, они есть, но расположены не настолько неудобно, что я вчера искала полвечера, где зарядить камеру. Знаете, где я заряжала? Возле, сейчас я вам покажу. Значит, смотрите, у нас, не пугайтесь немножко нашему беспорядку. У нас вот возле стены вот это выключатель. А вот там под полом у нас розетка. Такая же история у нас со второй стороны. И ещё, как-то вам только-то показать, чтобы свет падал. И возле одной из кроватей ещё есть небольшая розеточка. Но мне вообще это было очень неудобно. Ну, это, конечно, тоже такая мелочь. Но вот мне в плане вот как-то даже технику всю поставить на зарядку. То есть я заняла все розетки. Как-то до этого мы во всех отелях ставили всё возле кровати, всё заряжаться. И это было удобно, практично, комфортно. А так сам номер, да, конечно, огромный. Но даже я бы сказала, что по отелю, по концепции питания и по всему прочему. Концепция питания, всё включено. Питание хорошее. Хорошее, достойное. Не скажу, что много вьетнамской кухни, но острота присутствует в некоторых блюдах. Есть какие-то овощи в соусе. Ну, просто у нас сегодня девчонок, которые с нами обедали, просто горел весь рот. Потому что настолько он острый. И лягушка очень острая. Но это, в принципе, специфическая особенность именно вьетнамцев. Ну, или приготовление конкретного блюда. Есть острое блюдо, но в основном все приправы, всё стоит отдельно. То есть вы солите, перчите. Там уже потом по вашему вкусу, если вам чего-то не хватает, добавляете зелень, перчик. Ну, в общем, как вам нравится. Моё мнение по всё включено во Вьетнаме. Я не поняла. Да, нам вкусно. Нас развлекают. Есть полностью анимационная программа. Шикарнейшая детская площадка. Я бы с удовольствием привезла сюда своего ребёнка. Пляж просто выше всяких похвал. Настолько вот мелкий, классный такой вот песок, в который хочется вот заходить, заходить. Хочется в нём ковыряться. Дети ковыряются по этому пляжу. Но именно сама система питания, понимаете, приехать во Вьетнам и получить Турцию, это немножко вот как-то для меня немножко нестыковка. Я словила кайф от того, что вот мы ходили, где-то искали эти вьетнамские все блюда, фрукты. Хотя здесь это тоже есть, но вот мне кажется, колорит, он не так чувствуется в этом месте, как во многих других отелях. Поэтому если вы любите Турцию, например, и не можете поехать туда зимой, потому что там холодно, но хотите позагорать на солнышке, то вот этот вариант вам идеально подойдёт. И в этом случае вы будете кайфовать от отдыха, будете им довольны, потому что всё остальное в отеле в порядке, нравится. То есть других претензий у меня, в принципе, к отелю нету. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!